В первую очередь, с Днем Победы. Им нужна эта победа, как новый религиозный культ. Невозможно больно на это смотреть. Музыканты освобождают красную площадь. С одной стороны, с бандитами ссориться страшно. Это самозвание, с патронами. С другой стороны, с армией ссориться просто невозможно. Метод управления государством под названием плохо управляемый хаос. А Путину приходится это проглатывать. Очень кровавое, очень дорогое противостояние, растянутое на годы. Когда вот все кончится, у нас вот такой праздник еще будет. Добрый день. Это программа «Дорожная карта», которую мы записываем 9 мая. Так что, в первую очередь, с Днем Победы. Михаил Ходорковский и Владимир Пастухов готовы к комментариям. И давайте начнем как раз с событий 9 мая. Причем так, 9 мая разных годов и периодов. Вот если посмотреть на историю этого праздника, то хорошо видно, ну праздник или не праздник, это мы тоже еще, наверное, может быть, сегодня обсудим. Хорошо видно, как разные правители, там и советские, и российские, наполняли его разным содержанием. В зависимости от своих как стратегических, так и идеологических задач, да и вполне практических задач. Наверное, может быть, не все помнят или знают, что Сталин не любил День Победы. И отменил его уже в 1948 году. Вернул День Победы Брежнев. Ну а потом там Горбачев, кто там у нас дальше, Ельцин, Путин, придавали ему то значение и тот формат, который должен служить их политическим задачам дня. Так вот, первый вопрос к вам, Владимир Борисович и Михаил Борисович. Сегодняшний День Победы, он помогает Путину или сковывает его? Не то чтобы мешает, но вынуждает принимать не очень приятные решения. Отменять бессмертный полк, разворачивать масштабные меры безопасности из-за этих дронов, отменять празднество в регионах. Это не он, он передал это право руководителям регионов, но во многих, мы же читаем, отменяем, 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 даже в тех регионах, которые, по-моему, далеки от того, чтобы стать доступными для этих самых дронов. В общем, ваше мнение, вот сегодняшний День Победы, что он для Путина, для режима, для текущей обстановки? Кто начнел? Задумались. Ну, вы как учитель, давайте, дайте... Владимир Борисович, а вы как провинившийся ученик, вы первые начали, вот вы первые говорите. Хорошо. Ну, слушайте, я думаю, что мы все понимаем о том, что то, что было сформировано в России приблизительно ну так где-то с 16-го по сегодняшний моменту года, это новая религия. То есть здесь вопрос вы поставили, религия вообще помогает или мешает? То есть это ересь, это такая своеобразная форма православной ереси, где культ Победы поставлен на место христианского культа, и ему молятся, какие-то такое идолопоклонничество, поэтому тут поздно говорить, помогает или мешает. Понимаете, здесь за ценой не постоим, потому что им нужна эта Победа как новый религиозный культ, как некая форма концентрированного управления коллективным, бессознательным русского народа, и поэтому речь о том, сколько можно за это заплатить, она не идет. Другой вопрос, то, что мы видели, это означает, что сегодня у страны возможности продержать без диверсии гарантированно какую-то территорию ограничивается Москвой минут на 40, поскольку парад был в укороченном формате минут на 15-20 короче, чем обычно. То есть больше просто не рискнули. Но это вот та цена, которую надо заплатить. Михаил Борисович. Ну, я из того поколения, для которого День Победы стал праздником одним из там двух праздников в году, ну, может быть, трех, если брать личный, которые вот прямо вот с рождения я воспринимаю именно так и никак иначе. И все, что удалось сделать Путину, это то, что теперь все привычные слова, картинки, которые в этот День мы вспоминаем, они звучат несколько иначе. Они звучат так, что бывает просто стыдно, а бывает просто невозможно больно на это смотреть. Вот этого он, конечно, добился. Когда ты уже не понимаешь, это про ту войну или про эту. Это те фашисты или эти. В общем, это все, конечно, прямо вот такой дикий когнитивный диссонанс. Парад я смотреть, естественно, ну, и не планировал, да и не смог бы, наверное. Просто вот чисто психологически не смог бы. А не праздновать 9 мая, то есть, ну, как бы не воспринимать 9 мая как такой День памяти, не могу, потому что в моей семье это, в общем, все годы существовало. И, наверное, невозможно вот в нашем уже возрасте это как-то у себя в голове переделать. Следующее поколение это воспринимает иначе. Ну, а Владимир Владимировичу большое спасибо за то, что он вот один из трех дней в году вот такой вот, вот он загадил. Ну, смотрите, вы говорите там по поводу праздника, вот я как-то же хотел вас спросить. Мы все советские, мы все пережили, все трое, да, советское время. И помним, конечно, 9 мая все мы, я думаю, так воспринимали, как вы, Михаил Борисович, примерно так же одинаково, потому что в каждой семье есть кто-то и так далее. И не только поэтому. Но мы действительно это воспринимали как праздник, такой пафосный, я бы сказал, да. Но ведь начиналось все, когда возобновили День Победы с потрясающего фильма, я думаю, все его помнят, «Белорусский вокзал», да, где 9 мая был не праздником, а это действительно, как вы сказали во второй своей версии, День Памяти. То есть можно чокнуться, чокнуться, я имею в виду, рюмками, помянув там людей, а можно, значит, это под грохот канонады. И под... Ну вот можно я попробую возразить. Да. Вот здесь нам вышли все из советского времени, но я должен сказать, что в нашей семье, как праздник, это вообще никогда не воспринималось. То есть у нас это вот реально до самого последнего времени, там вот этих путинских лет, это был такой частный День Скорды. И, в общем, ну что было? Ну, Господи, половина родней легла под Киевом, в окруженном Юго-Западном фронте, половина легла под Москвой, как называемая Ярославская 234-я стрелковая дивизия. Там просто список, как у всех. Я специально посмотрел статистику, то есть, ну так вот сравнил эту и ту войну, потому что, конечно, накладывается одна на другую, тут Николай Борисович прав. Но несопоставимо. То есть 13% населения потеряла СССР, ну или Россия в формате СССР, в ту войну. Из них 4,5 боевые потери, остальное гражданцы. Если перевести это на цифры сегодняшнего дня, то есть в соотношении с нынешним населением России, например, ну это значит, что вот таких городов, как Москва и Петербург, еще 1-2 миллионника, их просто не существует. То есть их перестало существовать. То есть понятно, что вот это вот ощущение праздника, и вы замечательно тут провели вот эту вот мысль о эволюции отношения. То есть чем дальше от события, тем больше праздника появлялось. И я вам скажу, почему это появлялось. Потому что, в принципе, вот нормальный путь, и мы это видим, ну я это вижу по Великобритании, чем дальше от войны, тем больше это событие уходит в частную жизнь, как бы в общественную память. То есть это частный и общественный момент такой, момент рефлексии, скорби, воспоминаний. И все меньшее это дело государственное. А в России произошло все наоборот. Наоборот, конечно. Да. Чем дальше от события, тем на самом деле меньше рефлексии, меньше понимания трагедии, меньше реальной памяти, тем больше идолопоклонничества в обществе. И при этом такая рейдерская атака на память со стороны государства, которая просто захватила как бесхозное, превратила вот тот кольт, о котором я говорил, и действительно превратила это в праздник. То есть не просто в праздник, а в милитаризованный праздник. Вот еще один момент. Смотрите, вот тенденция была, кроме той, которую вы обозначили, она была другой. То есть общая тенденция вот с 45-го там по конец Советского Союза была в демилитаризации праздников. Кстати, как бы 9 мая потом осталась единственным днем, когда был парад. А до этого он был там и на ноябрьские праздники, и на первомайские. То есть шла тенденция к демилитаризации вот этой памяти. А сейчас прямо противоположная тенденция. Я, кстати, в отличие от Михаила Борисовича, я не знаю, как вы, а я таки, я посмотрел, что это действует. То есть оно действительно бьет по мозгам. Оно бьет по мозгам, потому что это такой уровень фальшивой ноты, которую вынести невозможно. Хотя есть и смешные моменты. То есть там в конце пешей части сначала говорят, дивизия Дзержинского ведет к парадным расстроям, развалит разрат, а теперь, говорит, музыканты освобождают Красную площадь. И у меня возникло уже такое, я думаю, неужели началось? Вот так быстро. Дивизия и музыканты освобождают Красную площадь. Причем это начинают музыканты. Да. Причем. Да, ну я здесь с одной стороны, естественно, не могу не согласиться с Владимиром Борисовичем, потому что действительно идет милитаризация праздника, переделывание его. Ну, в общем, все, что мы говорили. Но, конечно, у меня в семье, конечно, воспринимался он иначе, чем у Владимира Борисовича. И это все-таки был такой сложный, как тогда и говорили, что слезами на глазах, но все-таки праздник. Потому что, конечно, 9 мая, это тогда, когда стало понятно, что в эвакуацию больше уезжать никому не надо, что следующее поколение, что подрастающих детей им на фронт идти не придется, что те, кто остались живы к этому моменту, они уже останутся живы. В общем, конечно, это было и, наконец, актуально, что Гитлер сдох. Вот он сдох. Вот я думаю, что вот это вот все вместе, оно порождало ощущение праздника, почему люди выходили, обнимались, стреляли в воздух. Я очень надеюсь, что когда вот все кончится, у нас вот такой праздник еще будет. Ну, мы об одном и том же говорим, просто в моем ощущении вот слез было как бы больше, чем смеха, потому что центральным, вот для меня центральным моментом вот в детстве это была минута молчания, потому что вот реально там мама садилась с отцом перед этим радио и вот эта минута она была такой кульминационной. Это все, это сейчас как раз все куда-то затерлось. Ну, смотрите, в то же время действительно каждый праздник, каждое 9 мая вот за последние особенно 20, да и не только за последние, 20 лет и в советское время так было, это все-таки было в первую очередь не мероприятие памяти, да, а политическое мероприятие. Во-первых, власть его превращали в это, конечно, люди собирались, люди собирались по домам, не по домам, кафе на кладбищах, да, на могилах тех, кто погиб в годы войны и, так сказать, такое личное, личное, личное поминовение всегда было, но на государственном уровне это всегда был праздник, это было всегда политическое мероприятие, организованное властями, которые через это мероприятие хотели что-то сказать и своему народу, и миру, да, вот эти, помните, в советское время, вот эти вот огромные эти ракеты, не знаю, они были из картона или реальные, которые возили по Красной площади, и обязательно камеры показывали военных атташе иностранных, которые, значит, быстро-быстро все это дело фотографировали для того, чтобы передать в свои страны, значит, вот это новое или там не новое советское оружие. Кстати говоря, по поводу сегодняшнего, по поводу сегодняшнего парада, там почти, практически не было вот новой такой российской техники, там где-то в конце чуть-чуть прошли, какие-то там, ну вот эти все знаменитые арматы там и так далее, их не было. Или их нет, или они все на поле боя. Вы не обратили на это внимание? Обратили, но, в общем, на самом деле, у меня много было вопросов в части парада, в отличие от праздника, то есть, ну вот, в той войне, которая сейчас идет, как YouTube выбросил там вчера кучу всяких же по наводке, по случаю билет, праздников, типа парад в Пекине, ну, ну да, но шагают, но прусская армия шагала, тоже не было, китайцев вообще не переплюнешь. Я вот все пытаюсь понять, когда, а почему воюют с ЗК бушлатами там, забрасывая окопы, почему их тогда на парад не позвали, потому что о них вроде как больше всего говорится, то есть, где-то тут на параде ходит регулярная армия, которая, ну, общее такое впечатление, что у генералов безумное количество времени, и при этом там где-то гниют в окопах люди, и при этом там, в том единственном пункте, который превратился то ли в Верден, то ли в Сталинград, непонятно во что, переваривают десятки тысяч заключенных, которые еще к тому же орут, что их заставляют воевать голыми руками. Вот этот вот контраст, он, конечно, совершенно бьет по мозгам, потому что ты совмещаешь две ленты, причем официальных, я сейчас не говорю, то есть, совмещаешь ленту этих военкоров с их криками и визгами, и ты совмещаешь ленту ТАСС, и то, и то, кажется, за госденьги, но они как-то крест-накрест между собой. То, во что государство превращает не только этот день, но и все остальные дни, в общем, чего это обсуждать? Государство, да, каждое, все, что может, оно использует в интересах сегодняшней власти. Ну, вот они могут использовать, они используют. Обращать внимание на это, ну, наверное, необходимо для того, чтобы какие-то для себя выводы сделать, но воспринимать это близко к сердцу, ну, а зачем это воспринимать близко к сердцу? Ну, вот они такие, вот мы все про эту власть для себя знаем. Мы прекрасно понимаем, что когда Путин умрет, это будет у небольшого количества населения. горе неминучее, поскольку, а как же без него дальше жить? Мы все это видели и помним по нашей предыдущей истории, а у подавляющей части общества это будет, ну, такая минута радости или там день радости, потому что, господи, наконец-то, и может быть, теперь будем хоть как-то, хоть немножко жить лучше. мы же помним, что Путин, в общем-то, эту войну начал, потому что 10 лет до того он не мог уже поднимать благосостояние людей, то есть до тех пор, пока мог поднимать благосостояние людей, вроде как войны были особо и не нужны, ну, потому что, ну, так, для того, чтобы только там этому Медведеву повесточку сменить, а когда 10 лет, практически 10 лет к тому моменту у тебя экономика не растет, у людей благосостояние падает, вот надо чем-то его народ-то отвлечь, вот отвлекли, отвлекли. Вы думаете так, Михаил Борисович, а нет, у многих, я знаю, такое ощущение, впечатление, мнение, что Путин стал готовиться к войне намного раньше, все время путаются разные пласты, во-первых, мы с вами прекрасно понимаем, что Генеральный Штаб разрабатывает бесконечное количество моделей, мы прекрасно понимаем, что разные люди продают Путину бесконечное количество идей и проектов, и поводов для начала войны, и Путин же человек у нас не стратегический мыслящий, он же человек, он сугубо и тактик, и в тот момент, когда ему кажется, что идея годящая, то есть она ложится ему на сознание, он ее запускает в дело, а так мы же с вами видим, четыре раза он начинал войну, вот четыре раза, каждый раз у этой войны были конкретные, ну я даже не скажу электоральные, потому что под конец уже выборов то не было, но вот такие вот цели абсолютно утилитарные, решающие текущую проблему Путина с базой, с его точкой опоры, это было и в 99, это было и в 2008, это было и в 2014, и это было и в 2022, то есть он войну использует утилитарно для решения своих конкретных политических проблем, а то, что такие предложения лежат на столе у него постоянно, ткани лежат, мы с вами прекрасно понимаем, и что если бы не вот этот вот героизм украинцев, то раскручивалась бы следующая история, которая лежала в качестве вполне себе рабочих планов, ультиматум-то звучал НАТО на границе 1997 года, то есть мы бы сейчас воевали в балтийских странах. Война, тем не менее, ну не знаю, в моем представлении где-то это появилось после Мюнхенской речи знаменитой, вот тогда как бы он заявил, что война как бы заявил, что война в моем арсенале, в моем наборе инструментов, которым я буду пользоваться. А в 99-м войны в его арсенале не было. Вот та война была чисто электоральная, а эта война все-таки... Это такая же, просто амбиции росли. Виталий Новгорьевич, аппетит рос. За время пути собачка успела чуть-чуть подрастить. То есть, просто изменились амбиции. То есть, теперь мы хотим не просто в Россию президентские выборы или еще какие, а мы хотим быть наравне, по меньшей мере наравне. Мы хотим быть владычицем морской и чтобы золотая рыбка была у нас на посылках. Но, возвращаясь к вашим словам, Владимир Борисович, о том, что милитаризация с 2000-х годов прошла милитаризация праздника 9 мая прошла, началась вообще с помощью этого праздника началась еще и плюс ко всему вот эта вот активная милитаризация сознания. Через праздники, через все что угодно. Когда, я не знаю, было ли это в Москве, я это в Питере видел, меня это потрясло. Просто, когда она там разного рода юбилеи, и необязательно юбилеи военных событий, уже сшили и продавали же там на 3-4-5-летних детей военной формы гимнастерки, да, которых родители их одевали и кормили из полевых кухонь, которые стояли по всему, значит, вот этому имперскому городу Петербургу. Вот так, вот эта вся милитаризация, она разве не готовила страну к войне? Не было ли у Путина еще одного такого чувства, мы же знаем, он любит все попробовать, да, он там летал со стерхами, опускался на дно какое-то там не морское, а речное, да, по-моему, за какими-то амфорами, и чего он только не делал. А не сидел ли Путин у себя в кабинете и говорил, слушай, я главнокомандующий еще ни разу него и он, а повоевать-то надо? Вы знаете, я не стал бы сводить все то, что произошло с нами и с миром исключительно к индивидуальным чертам личности, пристрастиям, прихотям одного человека, даже если они вызывают очень много вопросов. Вы помните, что в 15 веке было два правителя, приблизительно даже в похожее время, которые отличались какими-то ну, скажем так, своеобразными чертами характера. Там душили кошек, с гиконем разъезжали по своим столицам, насиловали девок, которые там попадались, в общем, уставили оргии, подчиненных избивали. Один из них стал русским царем Иваном Грозным, перерастя в результатный период и погрузил страну в страшный кошмар на много десятилетия. А второй был шведский король в то же время, но он год так куролесил, а потом элиты там тихо его придавили, отправили в отдаленный замок, где он там скончался в конце концов. Поэтому, понимаете, вопрос не в индивидуальных чертах, кто любит танки, а кто нас не любил танки, у меня балкон был завален солдатиками, я там до бог знает какого возраста в них копошился, а вопрос в том, позволяет общество тем или иным, позволяет элиты тем или иным индивидуальным чертам развиться в трагедию для народа. Вот это вопрос, и ответ у меня, мне кажется, один с другой стороны лежит. Поскольку у нас в некотором смысле слова, простите, самозванец на троне, это самозванец на троне, он эту власть и не получил электоральным путем, но он ее и не завоевал даже как Ельцер. Он ее получил там в качестве призов, награду, ему руку поднял реферит, который он не бил. За Скуратова. Да, и поэтому он, чтобы удержать эту власть, не может идти другим путем, понимаете. Да, есть в обществе запросы, да, реально есть в обществе запросы и на величие, и на русский мир, и на вставание в скале, но это реальность, это не от него идет, это не он придумал. Но реализовывать этот запрос можно было по-разному. сильный, имеющий электоральную реальную поддержку, опирающийся на элиты вигер, проводил его модернизацию. Слабый, опирающийся на вождизму и на инстинкты масс, другого пути, кроме развивать вот эту милитаристскую истерию, что в ответе на этот запрос не имеет. Вот в этом, мне кажется, проблема. Как получил власть, так, к сожалению, очень узкий коридор уже дальше, как именно он может ее использовать. Понимаете, все корни, они вот в том 99-м году, понимаете, все, с одной стороны, было там предрешено, но не потому, что война ему нравится, а потому, что при таком методе получения власти ее удержание возможно только с помощью войны, конечно же. Михаил Борисович, я еще хочу за ваши слова зацепиться. Вы говорите, что уже не мог обеспечивать благосостояние и так далее. Неужели вроде экономическое положение на бытовом уровне, я не макроэкономист, никогда не выглядело так уж плохо, что надо прямо войну развязывать, а то сейчас народ пойдет с виллами на нас. Вопрос не в виллах. Народ к виллу не готов. Из других соображений вопрос внутриэлекторальных. Ну, понятно, да. при политических отношениях. Публика реагирует не на абсолютный уровень жизни, а на динамику развития. То есть, если еще великих-то вспоминать, то там речь не идет про абсолютные величины, живут люди плохо или хорошо. Речь идет про динамику. Если динамика позитивная, то все типа более-менее. А если динамика негативная, то начинаются проблемы, не обязательно совершенно заканчивающиеся революции. Для революции там еще много кое-чего надо, но идет перераспределение внутри элиты, перераспределение власти. Вот Путин до последних буквально лет, когда он уже стал диктатором, в общем, в определенном смысле и сейчас тоже, он в значительной степени зависел от того, что силовые элиты вокруг него воспринимали его как некого гаранта вот такой вот электоральной поддержки, что в целом народ безмолвствует, потому что все хорошо. Когда ситуация начала ухудшаться, электоральный рейтинг у Путина начал падать, то он падал у него. Каждый раз перед началом войны у него электоральный рейтинг падал. Так вот, в этот самый момент у него терялся тот самый козырь, тот самый аргумент, который служил для него гарантией во взаимоотношениях с силовыми элитами. На сегодняшний день этот козырь тоже, к слову, близок к исчерпанию, собственно говоря, именно этим для него опасна победа, ну или то, что будет восприниматься как победой Украины, потому что в его взаимоотношениях с силовиками, в его взаимоотношениях с тем же самым Пригожиным, будете смеяться, вот эта вот ситуация, так сказать, именно так и развивается, вот если мы обратим внимание последнее выступление Пригожина, там первый раз среди его упреков напрямую появился верховный главнокомандующий, до этого он не решался этого делать, там, а теперь появился, ничего, теперь, а Путину приходится это проглатывать, может быть Пригожина отыграет назад, но проглотить Путину это пришлось, вот, так что то, что у людей уровень жизни не рос, это проблема на самом деле большая, ну и не надо забывать, конечно, что есть некая аберрация сознания у людей, которые живут в Москве, Санкт-Петербурге, а в других городах бывают время от времени, им кажется, что все хорошо, ну в целом европейские города сравнительно высоким уровнем жизни, а ты езжаешь там 100-150 километров, не все так замечательно, так сказать, а если мы вспомним о том, что силовики, во всяком случае армия, в основном связана вот с этими маленькими городами, и даже если у них зарплата ничего, то, хотя тоже, в общем, то в городах росыненькие живут, в общем, ситуация не самая лучшая, ну и мы можем видеть сейчас, что собственно говоря, вот этот всплеск такой любви к власти, он же в общем абсолютно экономически мотивированный, вот мы видим все эти даже не призывники, хотя призывники тоже в некоторой степени, но контрактники, наемники, их иначе не назовешь, они же идут просто за деньги, десятикратное увеличение доходов по сравнению с теми доходами, которые в их регионах, вот в тех городках, где они живут, признаются как нормальные, почему люди молчат о погибших, потому что существенные деньги выплачивали, сейчас эти деньги совершенно очевидно начали заканчиваться, хотя как экономисты считают, что их еще на год-два хватит, но видимо у Путина вот это вот его жлобиска это взыграло, деньги заканчиваются, рука нужды подтягивается к любимому карману, и деньги начали платить с большими проблемами, скажем так, и мы увидим этот результат вот прямо к лету, я думаю, от этого, потому что история во многом связана с деньгами, как это не печально на сегодняшний день говорить, но тупо за деньги убиваем людей в соседней стране, за деньги продаем своих родственников, просто за деньги. время, вот если посмотреть все его выступления, его начало, его президентства, все-таки проглядывает какое-то желание вот где-то там впереди, ну, скажем, можно ли это выдавать за стратегию, занять свое место в истории, скажем, да, быть земель. Слушайте, рефлексия о Советском Союзе, ну, она для его поколения вполне себе естественная, история о том, чтобы ее наполнить собой, она вообще свойственна для вот таких вот банджуков стареющих, так сказать, посмотрите на Михася, вот его выступление у Гордона, ну, один в один Путин просто, ну, попроще чуть-чуть и готовили его к этому выступлению чуть меньше. Вот те же самые православные ценности, желание как-то войти в историю, вот этот вот правовой легизм, так сказать, вот прямо вот я считаю, Гордон в этом смысле был молодец, прямо вот карикатура на Путина, этого бывшего главаря Солнцевской группировки один в один. И они все такие. Для тех, кто не знает, главарь Солнцевской группировки Михася, не Путин. Виталий Наумович, просто я найду формулу, примеряющую вас с Михаилом Борисовичем, просто в этой стране традиционные ценности и деньги действуют эффективнее, лучше, чем просто традиционные ценности. Хорош, что деньги тоже входят в понятие традиционных ценностей. Я это уже сказал. Мой Борис не повторяется. Потому что деньги входят в понятие, я не знаю, насколько они традиционные, но точно совершенно ценности нынешних представителей власти. Просто понимаете, когда они просто деньги, это деньги, когда они часть традиционных ценностей, они называются бабло. Как это называется? Бабло. Бабло? Да. И бабло побеждает зло, как мы знаем. Ну, вот что-то со злом как-то оно сбилось. Скажите мне еще, пожалуйста, такую вещь. Я хотел тоже эту тему сегодня затронуть. Михаил Борисович начал говорить об письме, о письме, одно письмо было, да, Пригожина, его там все эти заявления последних дней. Что это вообще? Что это? Кадыров вдруг возник, его долго не было слышно. Там какая-то перегруппировка идет, даже не во власти, а вокруг власти, да, потому что их трудно назвать составными частями власти, особенно Пригожина, да, но там что-то явно происходит. Причем вот это Министерство обороны, на котором Пригожин время от времени обрушивается, оно вообще ничего не отвечает, оно молчит. Им приказано молчать? То есть это чисто политические разборки, и вы, говорят, Министерство обороны, вы вообще ни при чем. Оно отвечает через интендантскую службу. А, через интендантскую службу, ну да, поставляя, поставляя эти боеприпасы, да? Слушайте, на самом деле мы с вами прекрасно понимаем, боеприпасов в принципе не хватает, то, что получает Пригожин, в общем, приблизительно соответствует тому, что получают все остальные. Другое дело, что у них постоянная вот эта вот психологическая дисгармония с генштабом. Генштаб воспринимает Пригожина и его бандитов как штрафбаты. Ну, собственно говоря, они построены по системе штрафбатов. Их только вместо МКВД там ГРУ, так сказать, создавало все это безобразие. Вот, именно ГРУ контролирует пока, во всяком случае, всю эту историю. Насколько я понимаю, им это уже надоело, достало, и они решили, что лучше бы, чтобы всех бандитов собрать в одном месте у Золотова, в его этом нацгвардии. Пытаются туда выпихнуть Пригожно со всей его шайкой, лейкой. Вот, ну, я надеюсь, выкинут, потому что вот там вот им всем место Кадыровым, Пригожиным, в общем, в какой-то определенный момент, понимаете, объявлять преступной организацией армию как-то не Камильфо, а вот объявить преступной организацией нацгвардию, ну, вот она на это прямо напрашивается. И жалко будет, конечно, тех людей, там есть все-таки определенная часть людей, которые выполняют функции таких обычных региональных спецназов, решающих проблемы с реальными бандитами, когда там нужно было освобождать заложников и тому подобного, но вот их самих используют сейчас как заложников, прикрывая им, прикрывая семья, вот эта бандитская организация с золотом во главе, она прикрывается вот этими людьми, выполняющими общественно полезные функции, общественно полезные функции, но ничего, сейчас вот туда еще этого пригожно загнаться и будет самое оно. И Пригожин воспринимает же свою бандитскую группировку как путинскую гвардию и требует именно в связи с этим и снабжения, и материального обеспечения и всего подобного. И вот этот когнитивный диссонанс между тем, как он хотел бы быть, кем хотел бы он быть и как его воспринимает генеральный штаб, он все время естественно отыгрывается. Ну а то, что Путин его не защищает, защищает в недостаточной степени, это же тоже понятно, потому что в конечном итоге все-таки Пригожинская банда, она не такая уж большая, все-таки армия поважнее будет. И Путин понятно, в нынешней для него печальной ситуации не может себе позволить ссориться с армией. Ну смотрите, он ее не защищает, но его Пригожина, но и не одергивает. Ну потому что Путин в принципе слабый, но вот он слабый, он маневрирует, а когда поле для маневра у него ограничено, с одной стороны с бандитами ссориться страшно, с другой стороны с армией ссориться ну просто невозможно. Ну понятно, что поле для маневров сокращается, а вот так вот, чтобы лидерством это перебить, ну откуда там лидерство, ну посмотрите на него на этом параде, ну откуда там лидерство. Там еще семь человек, да, Владимир Борисович, вы? Вы знаете, здесь на самом деле я начну с конца, хотя у меня есть пару замещений более серьезных, но что касается вмешательства и не вмешательства Путина, то здесь есть, конечно, момент именно манеры психологической, Путин человек, который старается вообще дать возможность, он очень любит вот Клоаку под собой, и чтобы они там ели друг друга, боролись, то есть он старается в этом не вмешиваться, то есть есть один кип-лидерство, когда человек там старается рулить, все, а он старается дать всем возможность там определять победителя между собой, потом он в конечном счете так точечно вмешается. Я из своей прошлой жизни помню, когда, естественно, что Россия всегда все со времен Путина решалась последней подписью, и за эту последнюю подпись люди всегда боролись, там, нужен там дом, нужна земля там, Москве, нужна земля в Москве, понятно, что она вся расписана, и все за нее дерутся и пытаются обосновать, и все пишут Путину, все ждут его резолюции, и вот поступали резолюции, я всегда очень смелся, то есть кто-то пишет, дайте мне то-то, 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 потому что надо из таких-то и таких-то целей, вот это все, страна не сможет без этого жить, там, тишина долго, потом возвращается от Путина письмо, написано Газизулину, Газизулин тогда был руководителем фонда Росумущества, вот дальше борющиеся стороны смотрят на эту резолюцию и чешут реку, вот Газизулину это дать или Газизулину это не дать, а там ничего не понятно из этой резолюции, то есть они продолжают дальше бороться, оба хватают эту резолюцию, бьют ей друг по голове, одни говорят, Путин нас поддержал, другие говорят, нет, Путин нас не поддержал, тут же ясно написано Газизулину дать, где вы это видите, тут написано Газизулину не дать, все, Поэтому, вот, с моей точки зрения, в этом смысле он не поменялся, то есть, есть Герасимов, то есть, Перегожин к нему обращается, он пишет Шойгу, все думают, что написал Шойгу, дать Шойгу патроны или не дать Шойгу патроны, и дальше все продолжают бороться, то есть, в этом смысле, это вот такой метод управления государством под названием плохо управляемый хаос. А вот с точки зрения причин, почему, то, что вы сказали, мне кажется, что спикер восточной группировки ВСУ как раз вчера очень лаконично по военному обозначил главную причину нервозности Пригожина. Она очень простая. Пригожин взял на себя определенные обязательства в рамках этой военной кампании, которую он оказался не в состоянии выполнить, при этом просадив огромное количество людей и ресурсов. И совершенно очевидно, что ему либо надо расписаться в том, что он не смог выполнить эту задачу, при том, понимаете, как кто-то осторожно заметил, немцы тоже, Павлис тоже мог рапортовать, что 95% Сталинграда уже взято. Ну, а, по крайней мере, на одну берегу. Или надо переводить стрелки на кого-то. И он, конечно, переводит, он легендирует себя, он переводит стрелки, ему надо, тут выбирая между собой и Путина, он выберет даже все равно себя. Да, вот только действительно было ощущение, что это просто попытка себя скинуть на Министерство обороны, на Генштаб, на кого угодно. Вот эта вот невозможность взять этот Бахмут, который уже брали, по-моему, официально уже заявляли. Да, и Шойга уже, по-моему, заявлял, что взяли Бахмут уже несколько месяцев назад. Сколько раз его уже брали, якобы, да, но так до конца и не взяли. В связи с этим еще один вопрос, я бы даже сказал, не последних дней, а уже последних даже пару месяцев, наверное, сколько уже идут разговоры о так называемом контрнаступлении Украины. Его все ждут, как про Лохнецкое чудовище, все о нем знают, но никто его никогда не видел. Так и здесь, что-то все его ждут, все о нем говорят, что очень странно в отношении военной операции, к которой все готовятся. Но как ваше, ну, я не могу сказать ваше ощущение, скорее, да, потому что здесь нету никаких, по-моему, объективных данных. Оно состоится, не состоится, оно, что, и это идет пропагандистская подготовка, информационная подготовка, или это просто непонятно что вообще. Вот эти вот все разговоры вокруг контрнаступления. Причем со всех сторон, Запад говорит свое, Украина говорит свое. Мы, мы, ну, я имею в виду Россия, Россия окапывается, значит, со страшной силой в Крыму и везде. Вы видите какой-то исход этого, этой информационной пока еще войны? Ощущение и понимание, что Украина должна где-то наступать, оно есть. Оно есть и внутри Украины, оно есть и у западных союзников Украины, и оно, конечно, есть у российских чинов и военачальников. Ну, то есть здесь скрывать-то что-то достаточно было бы странно. Весь вопрос, в какой момент, какими силами и с какими целями. Те цели, которые изначально были заявлены... Невозможно. Да, там, освобождение Крыма, освобождение всей территории Украины. Ну, понятно, что не в рамках этого наступления точно. Это все прекрасно понимают. Но где конкретно, с какими целями и в какой момент, и какими силами? Конечно, все эти вопросы стоят, и со всех сторон идет в эту сторону пропагандистское давление. Момент действительно очень опасный. Очень опасный. Потому что, если такое наступление будет воспринято в России как удачное, это будет сильнейший удар по легитимности Путина внутри вот этих вот всех силовых группировок. И создаст, в общем, существенные, в том числе и персональные для него угрозы. С другой стороны, если это наступление будет неудачным, то с учетом тех возможностей, которые есть у Украины, это может оказаться некой промежуточной, но достаточно на долгое время точкой в этом противостоянии. И с политической точки зрения для украинской власти нынешней и для восприятия украинского общества это тоже будет большая проблема. Я уж не говорю о военных аспектах, что в этой ситуации может сделать нависающая, тем не менее, над Украиной дополнительная группировка, собранная за это время за счет вот этих вот огромных выплат, и которую власть на самом деле не может тоже долго держать, ну, просто потому что она жрет те деньги, которые Путину жалко. Вот, то есть момент острый. Хотя в Украине еще, видимо, это очень нужно и для того, чтобы обеспечить дальнейшее вот это вот спонсорство, что ли, да, западных стран, я имею в виду, в смысле поставок вооружения. Ну, это вообще сложный вопрос, если мы сейчас перейдем к проблеме готовности западных стран дальше финансировать Украину, это будет отдельный разговор, но в этом случае я вот только что был в Америке, там общался с разными людьми, я имею в виду из демократического лагеря, из лагеря республиканского, каких-то сомнений в отношении того, что, во всяком случае, в ближайшие несколько лет украинский бюджет будет финансироваться, и то, что в течение, по крайней мере, еще года будут поставляться вооружения, вот в этом смысле каких-то сомнений нет. Другое дело, насколько это будет эскалироваться, насколько они смогут получить авиационную поддержку, сейчас американцы говорят, вроде как нет, но уже несколько раз это нет превращалось в да. Владимир Борисович. Ну, знаете, на самом деле ситуация опасна, она еще по другой причине, вот сейчас эта война подходит к стадии, которую я бы назвал казино, обе стороны, на самом деле, перемалывая друг друга под этим бахмутом, накапливают, я сказал, стратегически, ну, по крайней мере, оперативные точно резервы, и дальше проблема состоит в том, что в таких ситуациях тот, кто начинает, он не обязательно оказывается в наиболее выгодном положении, на мой взгляд, потому что позиционная война над тем, как бы, и хороша, что, самое главное, что держать линию легче, чем пытаться ее раскрыть, то есть тот, кто раскроется первый, он подставляется под контрудар, и вот этот вот момент, он очень сложный, потому что все говорят о контрнаступлении Украины, реально, ну, в сложившейся ситуации речь идет о наступлении, и тот, кто будет наступать, он, соответственно, рискует попасть под контрудар, если у противника есть достаточные ресурсы. То есть это вот напоминает футбол, где обоим командам, обоим командам выгодно играть от обороны и на контратаках. Вот так получилось, что обе команды контратакующего стиля. И дальше от первого забитого мяча, потому что кто-то в какой-то момент оказывается ситуация, когда у него нет других вариантов, надо идти вперед. И вот там, где будет первый забитый, а что такое забитый мяч? Забитый мяч – это все-таки внутрополитическая обстановка. Кто дольше сможет позволить себе продолжать накапливать резервы, перемалывать людей в позиционной войне, ожидая, что противника строится первым. Это большой вопрос для меня. Понятны цели и необходимость Украины наступать, но важно, чтобы это наступление было хорошо подготовленным, потому что, чтобы оно действительно превратилось в непомерно высокую ставку в казино. А будут ли внутриполитические условия для того, чтобы удерживать это напряжение общества максимально долго? Мужество требуется иногда и для того, чтобы ничего не делать. И иногда его, ну, в таком внешнем смысле, иногда мужество удерживать ситуацию и выжидать требуется больше, чем совершать какие-то продвижения. А не получится ли так, что, как говорит Михаил Борисович, если в случае неудачи этого контрнаступления, вернее, не так, не в случае неудачи, а в любом случае, как мы понимаем, это контрнаступление или просто наступление, оно не приведет к реализации тех задач, глобальных задач, которые стоят перед Украиной. Да, это полное освобождение территории. А при частичном освобождении, даже при частичном успехе придется остановиться опять, да? Это не страшно, потому что здесь... Да, но эта остановка может вынудить Украину согласиться вот на вот это замораживание ситуации, то ли де-факто, то ли де-юре. То есть некое перемирие де-юре или де-факто, вот просто будут стоять и стоять друг напротив друга. Но я не вижу тут большой разницы с тем, что происходит сегодня. Ну, в том-то все и дело. То есть наступление не приведет... Даже в какой-то части территории не приведет к принципиальным переменам... Виталий Нович, все люди, которые более-менее спокойно наблюдают за этой войной, давно понимают, что основной сценарий этой войны – очень длительное, очень кровавое, очень дорогое противостояние, растянутое на годы. Это базовый сценарий. Все остальное – это дополнительные сценарии. Вот произошло что-то, что привело к тому, что реализовался другой, более быстрый, более прямолинейный сценарий. Но базовый сценарий – это он пока вот тот, который мы наблюдаем. Ну что, у нас остается совсем немного времени. Тогда последний вопрос, он, наверное, скорее комментировать. Ну, в общем, для обоих, конечно. Но Михаил Борисович еще далеко ближе. Мне очень понравилось заявление господина Шохина. Когда сейчас там вот эти поборы с крупного бизнеса, там с 1 января 2024 года, там пытаются установить какие-то проценты. Ну, в общем, короче, сколько платить, сколько дать государству для того, чтобы восполнить все дефициты бюджетные. Вот, Шохин, публичный, он это сравнил. Он говорит, ну, давайте это сделаем, знаете, в пропорциях. Ну, вот как штрафы ГИБДД. Что? Вообще-то смешно, конечно, выглядит. То есть, с большого бизнеса, с крупного бизнеса будут брать как штрафы за плохое вождение или неправильное вождение автомобиля. Это вообще похоже, да, Михаил Борисович? Честно сказать, у меня этой аналогии не возникает. Нет, он пытается по соотношению, значит. Чего с чем соотношение? Черт его. Капитала. То есть, если ты богатый, да. Как выстроено в штрафах ГИБДД. Процесс капитала. С одного миллиона, с другого миллиард. Ну, в зависимости от толщины кошелька. В зависимости от этого. Ну, слушайте, то, что... Извините, Михаил Борисович, там еще вот, что, еще штрафы ГИБДД. Если ты сразу заплатил, то минус 50%. А если не сразу, то тогда все будет. Ну, в этом смысле вряд ли можно рассчитывать, что сразу заплатив, ты дальше страховаться не будешь. У власти остался подножный корм. Сейчас она вот этот вот подножный корм будет всячески использовать. Ну, а как? Ну, а как? Кто ожидал, что Путин будет расходовать свои ресурсы? У него же в голове-то по-прежнему вот эта вот его, так сказать, мысль все равно присутствует. Вы же помните, что деньги – это власть. Ну, на самом деле это, конечно, не совсем так. И вроде бы в какой-то момент казалось, что он даже это понял. Но вот мы сейчас, чем больше продолжаются расследования, тем больше понятно, я имею в виду расследования разных путинских, так сказать, финансовых махинаций, тем больше понятно, что все-таки вот для него деньги – это что-то сакральное. И то, что сейчас он перестает быть самым богатым на площадке, потому что он деньги тратит. А остальные вроде как не тратят, ему обидно. Ну, а кроме того, что обидно, он еще и считает, что у него за счет этого власть просаживается. Поэтому, конечно, он сейчас будет по чужим закровам шариться. Я к этому как раз отношусь к чему-то абсолютно естественному. И когда мне вот разные мои бывшие коллеги говорят, что ну вот как же нам там на Западе остаться, у нас же все в России пропадет. Вот у меня такое немножко странное ощущение от этих высказываний, что люди не понимают, что в России-то у них пропадет в конечном итоге точно. А Запад, он все-таки заблокировать-то готов, а вот конфисковывать частное имущество не готов, потому что на Западе, сколько я разговариваю, считают, что в общем такой мелкий прыщ на теле цивилизации, как Владимир Путин, не может служить оправданием для того, чтобы поставить под сомнение ну такую ключевую ценность, которая является право частной собственности. Поэтому, конечно, право частной собственности на Западе, в этом смысле даже тех людей, которые заработали эти деньги в России, оно смотрится и сегодня более преимущественным. Защищенность, конечно, гораздо выше. Мне вот так же очень весело, когда там народ свои деньги перетасовывает в Китай, в Саудовскую Аравию и в прочие места. Это вот все места такие, очень интересные. Там же правового государства в полной мере нет. То есть до тех пор, пока Россия воспринимается как существенный игрок, ну с ней играют. А в тот момент, когда либо Россия перестанет восприниматься как существенный игрок, либо те люди, которые там хранят деньги, перестанут восприниматься как существенные игроки. Ну сначала поделят пополам, потом еще раз пополам. Но оставшиеся, если кто успеет спасти, ну считайте, повезло. Так что ситуация людей, которые сделали вольно или невольно, вне зависимости от их желания или по их желанию, ставку на Путина, она в общем печальна. То есть я могу сказать, что хорошего варианта для них ни при каком развитии событий не проглядывается. Понятно, спасибо. Владимир Борисович, у вас есть какое-то замечание на сей счет? Да, у меня три маленькие замечания. Мне очень понравился комментарий Михаила Борисовича. Образ действительно мелкий прыщ на любимой Вове. Не является поводом снимать шкуру со священной коровы капитализма целиком. Но на самом деле интрига ведь с этим законом, она была в другом. То есть хитроумное, я бы, как бы, мягче сказать, правительство, оно предложило, чтобы не создавать хайпа, олигархам, так называемым, скинуться добровольно в фонд помощи русской армии. И вот это вызвало как раз гораздо большую панику, чем все остальное, потому что быть добровольными помощниками санкционных списков никто не хочет. Ну, то есть они и так попадут, но добровольно не тянутся. Поэтому ответ был такой. Вам надо, выберите. То есть мяч перебросили обратно. То есть есть закон, есть налог, вводите налог. И поэтому основной вопрос решен, что придется вводить какой-то налог. И теперь, как бы, спор идет о том, ну, как бы это так оформить, чтобы это был чрезвычайный налог, но выглядел при этом как совершенно обыкновенный. Чтобы общество не пугать так. Чтобы не выглядел специальной военной операции. Да, что это не война с олигархатом, а специальная, маленькая, специальная военная операция по залезанию в чужой карман. И, наконец, последнее. Я думаю, что Михаил Борисович абсолютно прав, что русские и социалиты будут руководствоваться, ну, как бы, подходом экономическим Людовика. Кто быстро даст, кто дважды даст. Ну, на этой ноте мы завершаем сегодня всю нашу программу. До встречи через неделю. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова